В столице Южного Урала впервые проходит фестиваль городской среды. Его создали для того, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии и развлекательной форме. Место проведения выбрана символично. Это территория бывшего завода по производству оргстекла. Давайте посмотрим, чем фестиваль удивляет горожан. Первое, что бросается в глаза – высовка архитектурных проектов. Ни один из них не воплотили в жизнь. Например, этот проект Музея искусств предложили в 30-х годах. Он отличается от современного здания. У него есть надстрой. На месте драмтеатра хотели построить административное здание в стиле сталинского неоклассицизма. Но власть была против роскошных объектов. Преобладала строгость и скромность. А вот так могла выглядеть набережная реки Миас. Этот проект предложили в 20-х годах прошлого века. Но на строительство не было денег. И его так и не реализовали. Мы назвали эту экспозицию первой частью. Потому что мы знали, что мы не соберем все, что можно собрать. И это такой первый шаг. И мы не планируем останавливаться. Планируем рыть, копать. А еще на фестивале можно посадить свой личный дуб. Желающим дают желудь, горшок и землю. После посадки дуба обязательно нужно загадать желание. Организаторы говорят, что оно обязательно сбудется. Полгода дуб может расти у вас дома. А затем его нужно посадить в парк или сквер. На самом деле мы устали ездить в Екатеринбург на фестивале. И очень хотели, чтобы фестивали появились в Челябинске. Хочешь погулять на фестивале – сделай его сам. Все участники и гости фестиваля, они не просто приходят в ход, они еще принимают активное участие в создании различных арт-объектов. И в апгрейде себя, наверное. Фестиваль проходит два дня. По словам организаторов, его посетят более двух тысяч южноуральцев. Для них подготовили мастер-классы по приготовлению еды, созданию вейкбордов, проведут лекции по улучшению окружающей среды, а также научат языку жестов. Артур Ишпулатов, Антон Захаревич, ОТВ.